О том, что интересного в городе и области произошло в среду, 28 декабря, вы узнаете в ближайшие минуты. В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Николай Храмов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Обязательный атрибут яркого праздника или опасные игры со здоровьем. В преддверии Нового года в Калининграде проходят проверки торговцев пиротехникой. Первые итоги и наш собственный эксперимент. Полиция усилит меры безопасности во время праздников. Плотность снарядов будет увеличена. К охране привлекут бойцов Росгвардии, чоповцев, народных дружинников и казаков. Строительство второй очереди рыбной деревни начнется весной 2017 года. Что планирует архитектор? Пожар на миллионы. Лексус, BMW X5, Land Cruiser и Mercedes. На улице Коломенской ночью горели шесть автомобилей. Достаточно выйти на связь по скайпу и вы корреспондент Первого городского. Мы запускаем новую рубрику «Новости со всего мира». В ней калининградцы расскажут о жизни в разных концах земного шара. И к главной теме. Обязательный атрибут яркого праздника или опасные игры со здоровьем. В преддверии Нового года по всей стране проходят проверки торговцев пиротехникой. Исключением не стал и наш город. Как выбрать правильные фейерверки и петарды, чтобы не встретить 1 января в больнице, а также первые итоги полицейского рейда и наш собственный эксперимент в первом материале выпуска. Тем временем, калининградская полиция усилит меры безопасности во время праздников. Плотность полицейских нарядов будет увеличена. Площадки, где будут проходить массовые мероприятия и концерты, обследуют сотрудники группы ОМОН и кинологи. Там установят металлические ограждения и металлодетекторы. Всего во время каникулы хранять общественный порядок будут более 1600 полицейских, а также 350 человек из числа бойцов Росгвардии, чоповцев, народных дружинников и казаков. Оперативники также обещали реагировать на жалобы калининградцев на нарушение режима тишины в дни новогодних рождественских праздников. По закону шуметь нельзя с 11 вечера до 8 утра. Жители литовского города Шимонис загородили машинами новогоднюю елку, чтобы коммунальщики не сняли с нее звезду. Местные власти заявили, что не считают украшения символом Нового года, а лишь напоминанием о советской власти. К событиям уходящего года и года будущего далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой. Сеть аптек в Калининграде. Бюджетная аптека». В этом году в Калининграде родилось 6014 малышей, а население города превысило 459 тысяч человек. За три года в городе открылось 6 новых детсадов. Цифрами выделилась город-администрация. В Калининградской области некуда девать мусор. Такое заявление сделал Антон Алиханов. Старые полигоны восстановят для других нужд, а для отходов построят мусороперерабатывающий и мусоросжигательный завод. Строительство второй очереди рыбной деревни начнется весной 2017 года. Об этом заявил в Рио вице-губернатора Гарри Гольдман. К чемпионату мира по футболу там планируется построить набережную, гостиницу и благоустроить прилегающую территорию. Геннадий Онищенко предложил запретить продажу детского шампанского в России. Бывший главный санитарный врач считает, что безвредный напиток приучает детей к распитию алкоголя. Запретить такую газировку хотят и в Литве. 31 декабря на катках в парке «Юность» и парке «Калинин» на благотворительные дни. Вырученные деньги ледовые арены передадут на лечение 15-летнего Влада Шевелева. В ноябре мальчику поставили диагноз «рак крови». Чтобы бороться с болезнью, семье Влада нужно 60 тысяч долларов. Партнер рубрики «Короткой строкой. Сеть аптек в Калининграде. Бюджетная аптека». И завершает первую часть нашего выпуска рубрика «Бизнес-новости». Самая актуальная информация из мира экономики и финансов у моего коллеги Кирилла Попова. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – компания «Мясо тут». Здравствуйте! Начнем с новостей из Польши. Там в феврале появится новая купюра номиналом 500 злотых. Она будет самой крупной банкнотой в стране. Сейчас в обращении находятся деньги номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 злотых. Впрочем, купюра также будет крупнейшей еще и по размерам. Она позволит снизить затраты на заказ и хранение денежных запасов. На ней изобразят короля Яна Третьего Собесского. Тем временем Стивен Сигал показал логотип своего бизнеса в России. Напомним, актер стал соучредителем компании «Русские ярмарки». Символом ярмарочной торговли станет двуглавый орел в сапогах. Он держит в лапах самовар и матрешку. Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что логотип может быть запрещен властями из-за схожести с гербом России, коммерческое использование которого не допускает закон. Сбербанк планирует переводить сотрудников в малый бизнес, об этом заявил Герман Греф. По его словам, громадный потенциал создания рабочих мест имеет только малый бизнес, потому что крупные корпорации будут сжиматься. Сбербанк хочет организовать их вокруг своей основной компании. Напомним, ранее в кредитном учреждении заявили, что они расстанутся с 8% своих работников. А сейчас новости кинобизнеса, причем наши местные. Для кинопроизводителей в Калининградской области введут льготный режим. Проект предусматривает введение ребейта, возврата части потраченных средств на съемку фильмов. Также в регионе будут созданы кинокомиссии и экспериментальная образовательная программа по дополнительной профориентации молодых специалистов. Антон Альхатов считает, что такие меры поспособствуют развитию туризма и позволят создать новую сферу экономики. Средняя зарплата в области в 2016 году была на 500 рублей выше, чем в целом по Северо-Западу. Данные приводят в сайт поиска работы HeadHunter. Работодатели в среднем предлагали соискателям 30 тысяч рублей в месяц. Тем временем региональные власти в следующем году планируют поднять уровень средней зарплаты до 5 минимальных размеров оплаты труда, то есть до 37 тысяч рублей. На этом сегодня все. Будьте в курсе бизнес-новостей вместе с Первым городским каналом. Меня зовут Кирилл Попов. Всего доброго. До встречи. Партнер рубрики «Бизнес-новости» компания «Мясо тут». Вы смотрите службу новостей города и мы продолжаем. В Гурецком округе при пожаре в жилом доме погиб ребенок. Известно, что хозяева даже не сразу поняли, что дом горит. Им об этом сообщили соседи. Четырехлетний мальчик в это время находился на втором этаже и не успел спуститься. Его родным не удалось пробиться к нему через огонь. Сейчас следователи проводят проверку. О других происшествиях города и области расскажем далее. Спонсор рубрики «Место происшествия» агентство недвижимости «Авалон». Такую картину из окна своих квартир ночью наблюдали жители одного из домов на улице Коломенской. На стоянке горели сразу шесть автомобилей. На место происшествия прибыли 14 пожарных и 3 единицы техники. Пользователи социальных сетей уже назвали этот пожар многомиллионным. Огонь полностью уничтожил Land Cruiser, BMW X5 и Lexus. Моторные отсеки выгорели у BMW 5 и Mercedes. Полиция проводит проверку. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Украла телефонов более чем на 500 тысяч рублей. 13 декабря полицейские задержали 22-летнюю Калининградку. Как выяснилось, девушка, будучи работником компании по продаже смартфонов, похитила из подсобного помещения сразу 8 гаджетов. Однако сейчас во время расследования стало известно, что злоумышленница причастна к хищению еще семи устройств. По оперативным данным, краденое она сбывала на одном из городских рынков. Девушке грозит два года тюрьмы. Оперативники задержали 53-летнего калининградца с наркотиками. Мужчину полицейские остановили днем на улице Кашевого. В кармане его куртки лежал пакетик с карфентанилом. Точный вес запрещенного вещества не сообщается, но уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый помещен в СИЗО. Ранее его уже судили за аналогичное преступление. На побережье вновь задержали черных копателей. За двое суток оперативники поймали 28 человек. Всех доставили в отдел. Каждому нарушителю выписали штраф 5000 рублей. Об орудиях нелегальной добычи не сообщается. Кирилл Попов, Служба новостей город. И к другим темам. В Королевских воротах выставили уникальный амулет. И перед праздниками он актуален как никогда. Ведь это не простое берега, защита от пьянства. Сотрудники музея приглашают всех желающих излечиться от недуга или же зарядиться трезвостью. Музейная легенда гласит, магические свойства амулета могут передаваться и сквозь витринное стекло. Сам он двусторонний. На одной стороне написано «Безумие смерть», а на другой выбито цифрами параграф 11. Именно в этом параграфе древней прусской книги упоминается поминальная молитва о жертвах алкогольного недуга. Экспонату уже более 500 лет. Его нашли на раскопках королевского замка. По преданию, Альберт Бранденбургский переживал из-за того, что у него нет потомства, наследника. Поэтому он страдал от алкоголизма. И его придворный колдун Пауль Скалих создал вот этот вот нательный амулет. К слову, сам герцог излечился от пьянства, и у него родилось двое детей. Амулет представлен в рамках выставки «Аптека трех королей». Исторические предметы погружают посетителей в аптечные тайны рыцарской эпохи. Наряду с банками с аптечным сырьем и сушеными травами можно увидеть лечебных пиявок, заспиртованных змей и пауков. Но они не имеют таких мистических свойств. Сегодня пользователь фейсбука из Балтийска сообщил, что в море недалеко от порта на пароме перевернулись четыре вагона с топливом. Связаться с ним не удалось. В МЧС случаи происшествия не подтвердили. Далее Павел Яркович готов поделиться более позитивными новостями из социальных сетей, в том числе и с побережья. Партнер рубрики «Социальные сети» – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи». Всем привет! Новый год к нам мчится. С Дедом Морозом все может приключиться. Тем более в таком городе, как Балтийск. Вот еще одно доказательство, что Дед Мороз Мороза вообще не боится. И это, кстати, еще не самые странные поступки зимнего волшебника в мире. Где-то в Америке у Санта-Клауса есть олени, которых даже и кормить не надо. Дед Мороз Едем дальше. И смотрим, как рабочие ремонтируют дорогу на улице Суворова. No comments, так сказать. Это видео, конечно, правильнее смотреть в обратной перемотке. Так получается, что рабочие все правильно делают. Как говорится, беда не приходит одна. В Багратионовске прорвало систему теплоснабжения. Друзья, мне кажется, это уже перебор со стороны управляющей компании. Я думаю, что жильцы незамедлительно обратились во все инстанции. Ну, а пока я нашел только одну песню, которая подходит под этот ролик. Ну и напоследок. Прилавки супермаркетов могут удивлять не только новогодними скидками, но и интересными названиями новогодних игрушек. Просто великолепные! Вот что, собственно, выдал поисковик на запрос Петух Интеллигент. Вы смотрели социальные сети. Заходите к нам в группу ВКонтакте, участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Делитесь фото и видео с хэштегами Калининград и Первый городской канал. С вами был Павел Яркович. Всех с наступающим! Партнер рубрики «Социальные сети» – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи». Первый городской готов рассказать о новостях со всего мира. Мы запускаем одноименную новую рубрику. И корреспондентом в ней может стать каждый калининградец, находящийся за рубежом. Достаточно лишь связаться с нами по скайпу. И первым это сделала наша землячка Ольга Скорик, которая живет на Гуа. Приветствую солнечного пангада к Ленинграду. Здесь отличная погода. Просто все здесь наслаждаемся жизнью. Какие у меня планы на этот год? Встретить Новый год. Как тогда дожить до весны? Заниматься йогой, ходить на пляж, ходить трекинг, ходить на вечеринки, знакомиться с людьми и просто хорошо проводить время. А теперь пришло время и вам поделиться своими хорошими новостями. Мы в свою очередь можем отметить, что настроение калининградцам сегодня подняла скульптура «Добрый кант», которая появилась у одного из торговых центров в городе. Прохожие, глядя на него, улыбались. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кюнигдорс». Ну просто все хорошо и все. У нас все хорошо. Скоро Новый год, праздник, замечательное настроение у людей, у сотрудников, у коллег. Это же здорово. Ну у меня скоро сессия. И я замучился в проектах. И я рад этому, потому что я учусь, я достигаю новых вершин и достигаю каждый день что-то новое. Я хожу по магазинам, выбираю разные сладости, выбираю подарки своим родным и знакомым. К нам приезжает дочка в 3 декабря с Киргезией. Мы очень рады к этому встречать. Поедем встречать. Сейчас иду поздравлять коллег с наступающими праздниками. Хочу им сказать теплые слова добра, счастья, исполнения заветных желаний, чтобы все было хорошо у них в жизни. Любите друг друга, уважайте, цените. С наступающим всех Новым годом, калининградцев. Желаю удачи, терпения и всего хорошего. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания Кёнигдорс. Центробанк установил курсы валют на четверг. Как изменилась стоимость доллара и евро, расскажем далее. Спонсор рубрики «Курсы валют» компания Тераокна. Официальный партнер Рихау. Курсы валют на 29 декабря. Доллар США 60 рублей 67 копеек. Евро 63 рубля 49 копеек. Польский злотый 14 рублей 37 копеек. Спонсор рубрики «Курсы валют» компания Тераокна. Официальный партнер Рихау. И в завершении выпуска по традиции поговорим о погоде. В новогоднюю ночь синоптики обещают калининградцам сильный ветер до 16 метров в секунду. О прогнозах на завтра расскажет наша ведущая Юлия Слынько. Партнер прогноза погоды дом бизнес-класса Риттерхоф. Здравствуйте. 29 декабря по народному календарю Агей и Несей. В это время обращали внимание на погоду, а в особенности наблюдали за инием. Если он расстилался по веткам и строениям, это означало, что святки будут теплыми. Если же в этот день был мороз, это означало, что он продлится до самого крещения. Также по этому дню судили о погоде в апреле. Это были народные приметы, а далее мы расскажем о погоде на завтра. В четверг днем в Калининграде облачно и плюс три. Вечером без температурных изменений, но возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Партнер прогноза погоды дом бизнес-класса Риттерхоф. Если вы стали свидетелем интересного события и готовы им с нами поделиться, звоните по телефону 555-085. Ну а это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Как будут развиваться события дальше, вновь расскажет служба новостей «Город». В студии был Николай Храмов. Всего вам доброго и с наступающими праздниками! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова